Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в клинической больнице номер 123Т. Запишем интервью с заведующей физиотерапевтическим отделением Амина Дзянудиновной Абасовой. Здравствуйте, Амина Дзянудиновна! Здравствуйте, Амина! Рада снова с вами встретиться. Расскажите о вашем отделении. Какие новшества в нем появились, какие процедуры вы предлагаете вашим пациентам? В нашем отделении по-прежнему проводятся физиотерапевтические процедуры в полном объеме, какие были и раньше, и новые появились. Массаж аппаратный и ручной, лечебная физкультура. Самое ценное в нашем отделении – это наши кадры. Опытные, грамотные, добросовестные. И в их руках вся аппаратура творит чудеса. Прибавилось новое – это у нас механо-тренажер артромот терапии, называется в зале лечебной физкультуры. Очень эффективный аппарат ударно-волновой терапии, который отличается от всех существующих в стране аппаратов тем, что там вторая программа – магнитная стимуляция, которая делает чудеса. И все эти методы мы совместно с тем, что было раньше, а раньше мы применяли и грязи лечения, и парафинное лечение, и все возможные методы физиотерапевтических аппаратур. Применяем успешно для всех больных. В нашем отделении лечатся стационарные больные, которые тут находятся круглосуточно, из всех практически отделений, начиная с реанимационного отделения, и амбулаторные больные, которые приходят на прием к нашим врачам в поликлинику. С какими заболеваниями чаще всего к вам попадают пациенты? В чем вы можете им помочь? Чаще это неврологический профиль заболевания с корешковыми синдромами, устихандроза так называемая, и суставные заболевания, где максимально в комплексе используются наши методы лечения. Ну и плюс все остальные заболевания терапевтического профиля, это воспалительные заболевания, пневмонии никак без физиопроцедур не обходятся, значит, хирургические заболевания, всевозможные болевые синдромы желудочно-кишечного тракта у нас в отделении, есть гастроэнтерологическое отделение, где успешно очень большой процент охвата физиотерапевтическими процедурами больных этого отделения. Практически все больные получают наши процедуры. Если говорить более подробно о процедурах, то какое еще оборудование есть, и вот список, ну, насколько он действительно широкий? Список достаточно широкий, потому что мы используем для каждого больного обязательно 2-3 процедуры физиотерапевтических, плюс массаж, плюс грязь и лечение, плюс по показаниям вот эти вот ударно-волновые с механой терапией, с новыми нашими аппаратами, и получаем хороший результат. Если говорить именно о физиотерапевтических процедурах, то это какие процедуры? Это электрофорез с различными медикаментозными препаратами, это импульсные токи несколькими современными аппаратами, магнитотерапия, очень большой спектр новых современных аппаратов, лазеротерапия. Практически все вот это вот используется в разных комбинациях. Сколько сотрудников в вашем отделении? В отделении 18 сотрудников. Из них 4 врача, 9 средних медицинских работников и лечебная физкультура, инструкторы, один врач по лечебной физкультуре. Если говорить об объеме, который вы в сутки можете принять, сколько пациентов вы можете принять в вашем отделении? Значит, мы принимаем, в одну смену принимаем, смотрите, врачебный прием это одно, вот врач принял сегодня, назначил комплекс упражнений, массаж и физиотерапия, который больной получает в течение всего периода, пока он находится в стационаре. То есть этот больной приходит к нам в отделение каждый день. И если вот всех вместе посчитать, это сотни больных, которые проходят через наше отделение. Врач принимает течение рабочего дня до 3 часов, до 30 больных, каждый врач. Сестры, их нагрузка измеряется единицами. Этих единиц 60 норме на каждую медсестру. Они у нас все перевыполняют, потому что у нас очень большой контингент больных, стационар полисполоклиника, получается около 120. Получается, здесь лечатся не только те пациенты, которые находятся в условиях стационара, но и поликлинические больные? Абулатурные, да, и поликлинические. Это все больные в нашем едином специализированном физиотерапевтическом отделении. Амина Дзина Диновна, расскажите более подробно об аппарате ударно-волновой терапии. Аппарат ударно-волновой терапии «Оптимус-бюро» применяется при многих болевых синдромах. Чаще всего это опорно-двигательный аппарат, то есть хондрозы, грыжи, протрузия, суставные заболевания, сопровождающиеся болями. Очень известное показание для ударно-волновой терапии – это пяточная шпора, где боль просто мучает больных, и поэтому этот метод очень хорошо, быстро избавляет больного от боли. Но это не самое главное. Главное, мы в конечном итоге избавляемся от причины боли на десятки лет. Настолько это эффективный метод лечения. В нашем аппарате инновацией является то, что еще имеется как бы второй аппарат – магнитная стимуляция, мощнейшая магнитная стимуляция, которая действует на все ткани организма. Глубина проникновения до 20 сантиметров, и за счет этой магнитной стимуляции эффект ударно-волновой терапии усиливается, и быстро наступает обезболивающий эффект. – Примерно сколько процедур за курс должен пройти пациент, чтобы избавиться от неприятных ощущений? – Может быть, иногда хватит одной процедуры. – То есть настолько он эффективен? – Да, настолько он эффективен. Но чтобы боли не возобновились, чтобы ликвидировать причину боли, чаще всего назначаем курс от 5 максимум до 10 процедур. – Я также знаю, что у вас есть аппарат сухого вытяжения позвоночника. – Да, у нас есть аппарат армед-вытяжения, который применяется при заболеваниях также позвоночника и суставов, и успешно применяем в нашем отделении. Эффекты впечатляют больные, также избавляются очень быстро от болевого синдрома. И при грыжах получаем достаточно такой вот продленный эффект на несколько месяцев. Чаще мы предлагаем повторный курс лечения. Хороший метод лечения. – То, что касается спелеокамеры, работает ли она и нужно ли пациента посещать ее в летний период? – Спелеокамера – это уникальный метод незаметного, хорошего воздействия на организм. Спелеотерапию можно назначать не только при заболеваниях, но и чаще, желательно бы, для профилактики. Поэтому, конечно, мы применяем в летнее время особенно много чаще у детей, школьников, даже больше, чем в обычное время они приходят. И мы настаиваем, чтобы именно для профилактики. – Как эта терапия воздействует на организм ребенка, на организм взрослого человека? Какой курс необходимо пройти, чтобы быть здоровым? – Спелеокамере вырабатывается отрицательно заряженные легкие аэроионы, которые, проникая через дыхательные пути стимулируют иммунную систему. Для того, чтобы получить этот эффект, нужно посидеть в комфортных условиях под релакс-музыку в полуосвещенном помещении, очень приятном, 30-40 минут. Это удовольствие оздоравливает организм надолго. Курс все-таки желательно 10 процедур и больше. Особенно у взрослых. Дети, они быстрее дают результат. Если даже ребенок чаще попадает после простудных заболеваний к нам, посетил нашу спелеокамеру 5-7 раз, они получают очень хороший результат и выздоровев уходят от нас надолго. – Аминат Зинудиновна, вот сколько раз в год Вы бы рекомендовали посещать и проходить курс спелеосерапии? – Я бы порекомендовала все-таки два раза повторный курс и желательно этот курс по времени опередить сезон обострения, появления простудных заболеваний. Это начало осени, ранняя осень и конце зимы перед простудными заболеваниями в весеннем периоде. – Ну, то есть примерно август-сентябрь, да, и конец февраля, март. – Февраль-март. Да, это было бы идеально, особенно для детей. – Аминат Зинудиновна, как могут к Вам попасть пациенты? Что необходимо для этого иметь на руках? Какие документы? – В наше отделение больные поступают, во-первых, из стационара, все, кто находится на лечении в стационарных условиях по направлению своих врачей с историей болезни. И амбулаторные больные с амбулаторной карточкой. Также от наших врачей прикрепленный контингент. Они здесь лечатся бесплатно по УМС. Кроме этого, больные нашего города, наши области могут сами самостоятельно обратиться и получать физиотерапевтические процедуры в нашем отделении платно по добровольному медицинскому страхованию. И также они могут прикрепиться к нашей поликлинике, амбулаторной бесплатно по УМС полечиться. – Но все-таки, если такие пациенты приходят к Вам, они наверняка должны все-таки принести с собой рекомендации от врача. Если это касается суставов, то, наверное, нужны какие-то и снимки, чтобы физиотерапевт… – Да, физиотерапевт, то обязательно пациент должен прийти с определенным диагнозом, обследованием, потому что есть очень много противопоказаний для физиотерапевтических процедур. Поэтому пациент должен быть обследован и, соответственно, иметь конкретный диагноз, по которому мы назначаем лечение. – В летний период пациентов становится меньше. Может быть, стоит сейчас пройти лечение, пока еще не такая плотность загруженности? – Да, если период меньше в стационаре, немножко. Они меньше амбулаторных больных, как вот они ходили, так и ходят, их меньше не становится. – В общем, не нужно ничего ждать, да? – Да, приходите лечиться. – Спасибо Вам огромное. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова